МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Ахту во время общения в прямом эфире в студии Елены Мурмиловой я представлю гостей нашей студии. У нас их сегодня два. Это заместитель начальника управления здравоохранения и социальной политики администрации городского округа города Волжский Александр Геннадьевич Филиппов и исполняющий обязанности начальника Волжского межрайонного отдела ФСКН по Волгоградской области подполковник полиции Павел Юрьевич Степаненко. Уважаемые гости, добрый вечер. Позвольте в начале программы я объявлю телефоны в нашей студии. Я думаю, звонков сегодня будет достаточно. 39 29 31 и 39 29 32. Телефонные номера телефона вы видите внизу экрана. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Уважаемые гости, мы встречаемся с вами накануне Международного дня борьбы с наркоманией. Называют это праздником, хотя, наверное, праздником это называть не очень правильно. Но, тем не менее, есть такой день уже 25 лет, если я не ошибаюсь. Какова сегодня ситуация в городе у нас с распространением наркомании? Наверное, мне вопрос, да? Да, я думаю. Ситуация, я бы сказал, что все равно сложная и напряженная. Вот такие слова. Хотя цифры не такие, может быть, страшные. Сегодня Волгоградская область не входит в число сложных территорий по наркоманию. Но ведь когда-то мы были едва ли не в тройке лидеров. Ну, это было начало. Это был 2001 год, когда вот зашли сюда, так сказать, героин. Тогда было действительно очень сложно. Сегодня из 83 территорий мы занимаем 64 место. У нас где-то 175 на 100 тысяч населения. Это в среднем по области. Пятое место в ЮФО. То есть впереди нас Краснодар, Ростов, Астрахань. Как будто бы можно жить спокойно. Но, тем не менее, нас все равно это не устраивает. Потому что есть территории сложные. И к ним, к сожалению, относятся и Волжский. Сегодня уровень, так сказать, распространения наркомании это порядка 380 на 100 тысяч. То бишь в 2 раза выше, чем средний по области. И как бы это накладывает определенный отпечаток. Сегодня у нас официально зарегистрировано у наших врачей-наркологов около 2000 человек стоят на учете. В том числе официально один подросток. Да, мы понимаем, что по всей видимости это определенная верхушка айсберга. Ведь мы регистрируем человека, когда у него уже сформировалась зависимость, болезнь. Наверное, можно себе предположить, что количество тех, кто пробует, просто пробует, наверное, их больше. Значительно больше. С одной стороны, конечно, 25 лет, как будто бы дата. Но тут непонятно, что. То ли праздновать, то ли огорчаться. Условно говоря, успехи на сегодняшний день в борьбе с этим злом, ну, наверное, так сказать, не такие оптимистичные. Вот мне сегодня задавали вопрос, говорит, Александр Геннадьевич, а как вы считаете, какая вот основная все-таки задача стоит перед вами, как вот работающим в органах власти, в организации здравоохранения? Ну, знаете, пока остается это зло, наверное, все-таки наша задача научить людей жить рядом с этим злом и не попадать, так сказать, вот туда. Дай Бог, чтобы наши дети, внуки никогда не оказались в той зоне риска, которая сегодня существует. Понятно. Начну с того, что я назначен на эту должность с июня этого года. То есть, в принципе, я пока только вхожу в курс дела с городом Волгограда. Я знаком больше заочно. Я сам из Волгограда. Я работал в отделе собственной безопасности. До того в уголовном розыске, но также на территории Дзержинского района города Волгограда. На самом деле, это одна и та же задача найти, поймать, обезвредить или предотвратить. Если мы найдем, поймаем и обезвредим тем, кто это все сюда возит, распространяет, то на следующий период мы, соответственно, предотвратим. Если мы будем говорить о том, что за задача по предотвращению, ну, здесь нужно отметить, что, во-первых, вот эти все слова такие, да, которые мы употребляем, наркопреступность, наркоугроза, наркоситуация, все это, как бы, ну, стороны одного явления, которое называется наркобизнес. У бизнеса свои законы. Главный закон заключается в том, что спрос рождает предложение. Ну, хорошо, с другой стороны, не будет предложений, в сеть-то будет негде. Нет, не согласен с вами. Если у вас во дворе закроют булочную, вы пойдете за хлебом в соседний двор, пойдете в соседний микрорайон. Ну, булка – это не наркотики. Без булки я не проживу. Но вы, я думаю, уверяю вас, для них это лучше, чем булка. И они как раз без этого не проживут. И фактически, значит, ну, что могу сказать. Работу мы будем строить, безусловно, во взаимодействии с органами полиции, ФСБ, прокуратуры, с администрацией. Мы будем сейчас встречаться, решать эти вопросы взаимодействия. Потому что, безусловно, на данный период можно заметить существенное снижение, во-первых, регистрации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также количество изъятых наркотиков из оборота на территории города Волгского. Это обусловлено различными причинами, но не все я могу обозначить в этой студии, как бы в числе данных окружающих, тем более в эфире. Вот. Работа будет проводиться, значит, особый контроль. Город Волгский становится на особый контроль и у генерала Юрия Николаевича Кононова. Нам, мне и моему новому заместителю гарантирована практически поддержка силами и средствами всего управления. То есть, сразу могу сказать, что, во-первых, здесь сменилось полностью руководство, почти полностью сменится оперативный состав. Придут молодые люди, достаточно неопытные, которые пока самостоятельно, результативно, эффективно работать не смогут. Это... от этого никуда не деться. Но через какое-то время мы начнем работать своими силами без привлечения сил и средств управления города Волгограда. Потому что на данный момент тенденция, которая сложилась, ломается только с помощью, во взаимодействии с сотрудниками различных отделов центрального аппарата. Так, именно с ними на территории города Волгского были последние, самые крупные изъятия наркотических средств. То есть, в конце апреля мы изъяли на территории города Волгограда свыше 800 грамм героина и группу, организованную преступную группу, занимающуюся сетевой реализацией наркотических средств через банковские терминалы. В начале июня такими же силами и средствами были задержаны группы лиц, у которых изъято свыше 1 килограмма героина. Ну вот, кстати, о том, на что готовы идти наркопреступники, мы еще с вами поговорим. У нас есть телефонный звонок, телезритель дожидается, давайте ответим. Алло, здравствуйте. Говорите вопросы, скажите, к кому вы обращаетесь, к какому у вас гостингу? Будьте добры, вы меня слушаете? Алло. Алло, меня слушаете? Да, 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 мы слышим. Скажите, подскажите, пожалуйста, если за попытку реализации наркотиков дали товарищу 4 года, он половину отсидел, можно ли их отдачивать до срочного освобождения? Спасибо. Ну, это вопрос, скорее, даже не к нам, а к представителям уголовно-исполнителей системы. У них свои есть нормы, кто подлежит условно-досрочному освобождению. Нам это здесь не оценить, это слишком общий вопрос. Ну, а в целом, вот ваше мнение на этот предмет? Как вообще или по конкретному человеку? Понятно, что не в вашем виде, не в вашей компетенции, да, вот данная тема? Ну, я разговаривал со многими лицами, да, которые употребляли наркотические средства до того, как их посадили в тюрьму. Первое, что они сделали, это осуществили свою давнюю мечту. Дошли до ближайшей закладки, бросили деньги, получили адрес, взяли наркотики, с удовольствием укололись, дальше все пошло. То есть, как украл, выпил в тюрьму пора. Раньше так было. Ну, сейчас, в принципе, схема та же, только некоторые элементы промежуточные заменились. Александр Геннадьевич, у меня вопрос уже, наверное, как к медику. Разные же препараты вызывают разную зависимость, да, и на разных стадиях. Вот в этом плане как обстоит? Ну, вы знаете, к сожалению, то, что мы фиксируем, наверное, вот так, за последние три года, вот можно я буду употреблять такое слово наркомафия? Вот оно понятно, это те, кто строит этот бизнес. Вот наркомафия, на наш взгляд, мы видим, что очень быстро приспосабливается. Вы помните, у нас был период, так сказать, когда у нас появились соли для ванн. Соли для ванн, потом появились стимуляторы для растений, так сказать. То есть, появились вещества, которые даже в официальном списке наркотических средств были не внесены. И мы как бы фиксировали эту ситуацию, и она как бы всех тревожила, так сказать. И сегодня мы вот видели последнее, что стали появляться так называемые дозаморфиновые, так сказать, наркоманы, когда они используют КДН, содержащие препараты. И, кстати, именно с этим было то, что по постановлению правительства с 1 июня, и в том числе в Волгоградской области, и в том числе в городе Волжском, у нас запрещено продавать в свободном отпуске лекарственные препараты с содержанием КДН. Только по рецепту врача. А как быстро это вызывает привыкание? К сожалению, вот беседуя с моими коллегами-наркологами, они говорят довольно быстро. Очень быстро. И самое страшное, что очень быстро разрушается личность и разрушается организм. То бишь, вот дозаморфиновые наркоманы, так сказать, они как бы, ну, не намного, так сказать, легче, а может быть где-то и сложнее, чем те, которые потребляли раньше героин. Потому что все-таки работая с нашими коллегами-силовиками, ведь вспомните, что было в 2001 году в Волжском или 2002, когда, извините, так сказать, и в подъездах, и на улице, и на площади были эти шприцы, иглы и тому подобное. Был период, кстати, мы имеем от него сейчас отрыжку в виде ВИЧ-инфекции, в кавычках, прошу прощения, и разных гепатитов, которые, так сказать, в среде нашей, так сказать, находятся. А сегодня, как бы, меняется лицо. Я так понимаю, приспосабливается наркомафия довольно эффективно и довольно быстро, так сказать. И завтра никто не уверен, что через полгода или там через три месяца не появится новый какой-то вариант, на котором будут зарабатывать вот те бешеные деньги, так сказать, которые подталкивают к тому, чтобы этот бизнес шел. Павел Ильич, ну понятно, что за месяц еще, наверное, за неполный месяц рано подводить какие-то итоги. Но вот как Вы считаете, что вот запрет продажи, свободной продажи КДН содержащих проводов может повлиять на ситуацию? Ну, опять же, давайте обратимся к той же ситуации по поводу спроса и предложения. Сейчас, предвидя вот эти все изменения по поводу КДН содержащих препаратов, наркозависимые осуществили некоторые запасы. То есть, на старых запасах мы сейчас даже не можем проконтролировать, насколько резко уменьшилось количество дезаморфиновых наркоманов. Но, тем не менее, количество задержанных с таким, как бы, диагнозом сейчас резко все-таки уменьшилось. Другой вопрос, что сейчас интернет-ресурсы предлагают огромное количество. Различных заменителей. Это даже не только интернет-ресурсов. То есть, это все можно увидеть на заборах, на каких-то домах, на столбах. Визитки раздаются, наконец. То есть, в любое время дня и ночи можно в некоторых местах приобрести такой препарат. И именно, как мы говорим, по поводу приспособляемости наркопреступности. Они, я бы сказал, сверхбыстро приспособляются. Это не то слово даже. Они используют как пробелы в законодательстве. Поскольку, вот так называемый, вот как уже говорил предыдущий оратор, дело в том, что вот эти вещества соли для ванн, они там по-разному называются. Средства для кактусов, как угодно, там курительные смеси, все что угодно. Они содержат различные химические вещества, которые сходны под действием с наркотическими средствами, так называемые психоактивные вещества. Но на самом деле они в списки наркотиков не входят. Чтобы в список поместить такое вещество, это процесс продолжительный по времени. И чем дольше этот процесс, тем больше, да, тем больше, соответственно, выгода достигнута. И чем больше объем продан бывает. Когда лиц задерживают за подобные преступления, фактически мы имеем на выходе постановление об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствие состава преступления. То есть даже здесь. Я не говорю о том, что сверхприбыли наркобизнеса позволяют использовать фактически ультрасовременные технические средства. Некоторые средства, которые мы изымали у таких лиц, я видел только в телевизоре. То есть у нас такого нет. Это все упирается в деньги. Получается наркополицейских недостаточно инструментов для борьбы? Не то, чтобы недостаточно инструментов. Есть определенная негибкость. Ну, вы видели, например, чтобы люди, диспетчеры отзвонились закладчикам, закладчики пошли выписывать товарно-транспортные накладные. Нет, они выехали и заложили. А у нас начинаются процессы, в том числе бюрократические, от которых никуда не деться. Отчетность различного вида, то есть финансирование определенной проблемы все равно есть. Это не только у нас, это не в Волгограде, не в России, это во всей стране. Бюджет любого наркокартеля во много раз превышает любой бюджет правоохранительной службы любой страны. Это не только наша проблема. Владимир Ильич, ну давайте, наверное, прононсируем все-таки телефончики назовем. Куда можно обращаться людям, если они знают о том, что притон для организованных, либо кто-то сбывает наркотики. И мы попросим режиссера вывести на экран номера телефонов. Куда можно обращаться? Значит, обращаться можно, во-первых, к дежурному по Волжскому межрайонному отделу. Это 34-25-82. Желательно передавать наиболее полную информацию. Даже если вы не хотите сообщать своих личных данных по многим понятным причинам, попытайтесь ответить на все вопросы дежурного. Не будут ваши данные нигде указаны, если вы этого не захотите. Нам нужно определенную информацию знать. Не ту, которую вы считаете необходимой, злободневной. У нас есть определенные признаки, в том числе квалифицирующие. Нам нужно знать их. В том числе приметы лиц, которые этим занимаются, употребляют, сбывают. Транспорт, используемые телефоны. Эти телефоны могут находиться в адресных книжках ваших детей. То есть вы, в принципе, можете осмотреть телефоны и под некоторыми номерами. Номерами это будут как раз те номера, на которые они сбрасывают деньги и с которых приходят сообщения о местах, закладах, наркотических средствах. То есть нам нужны и эти телефоны тоже. Кроме того, можно обратиться в дежурную часть управления центрального аппарата в Волгограде. Код 8442-37-36-35. Несложный телефон. Кроме того, по понятным причинам, учитывая, опять же, вот эту высокую доходность, создаются определенные искушения для сотрудников правоохранительных органов, для чиновников и, значит, иных лиц, оказывать содействие именно наркопреступности. Об этих лицах вы также можете сообщить, в том числе и по этим телефонам, которые я сказал, а также на телефон доверия отдела собственной безопасности центрального аппарата в Волгограде. Это 37-17-00. Но сразу скажу, что очень много жалуются на сотрудников, причем очень много в этих жалобах содержится, ну, по факту клеветнического содержания. Никто, ни один преступник еще никогда сам не пошел в тюрьму. Его тащат туда за руки, за ноги. Всех родственники, все знакомые пишут различные жалобы президенту, по Перимскому, в Международный суд по правым человекам, что им все подбросили, все это не их, и все полностью сфальсифицировали. Это не всегда так. В последнее время у нас даже в отделе собственной безопасности стоялась такая практика, что лица, которые заявляют о различных фальсификациях в отношениях, провокациях, коррупционных проявлениях, сами в первую очередь проходят исследования на детекторе лжи, на полиграфе. То есть они должны в том числе доказать, прежде чем мы начнем какие-то крупномасштабные акции и глубокие разработки, мы должны знать, достаточно ли эта информация достоверна. Практика показывает, что 90% таких жалобщиков, как правило, уклоняются потом от встречи с полиграфистом. То есть тот, кто будет проводить это исследование и выяснять, правду человек это говорит или наговаривает на сотрудников. Еще раз повторю, это происходит постоянно, и далеко не каждый сотрудник кладет в карман деньги, полученные незаконно. Это не так. Есть нормальные люди, есть нормальные учителя, есть нормальные врачи. Мы ни с Луны, ни с Марса все пролетели, все здесь живем. Это тоже Россия, бежать нам некуда. У меня здесь, допустим, есть родители, у меня есть дети. Я не хотел бы, чтобы им было за меня стыдно. Несмотря на то, что я как бы волгоградец и заочно только знаю Волск, я сюда не приехал как гастарбайтер поработать и уехать, получить там звание какое-то. Звание мне еще не скоро получать. Я как бы уже давно, мне не 19 лет, я за звездами не гонюсь. Очень много интересных и нужных вещей других в этой жизни. Поэтому мы будем здесь работать серьезно. Поэтому, граждане, просто не проходите мимо. Если вы получили каким-то способом информацию об преступлениях, совершенных в сфере незаконно оборота наркотиков, обращайтесь, да. Можете даже приходить ко мне лично на прием. Запишитесь через дежурную часть, мы созвонимся, потому что меня в кабинете сейчас очень трудно найти, я постоянно на колесах. Будем встречаться, будем работать. Эту проблему надо решать. Мы ее, конечно, до конца не решим. Эта проблема перманентно нерешаема. Еще исторически известная опиумной война в Китае. Ни одна страна в мире еще не поборола наркотики. Но это социальное явление. Любая преступность, в том числе наркопреступность, это социальное явление. Но у нее в этом обществе есть определенное, нужное для нее место на уровне где-то там нижних и подвальных, цокольных этажей. Туда ее нужно загнать. Потому что, опять же, мы оставим эту землю для наших детей. Что-то мы можем делать. Есть еще у нас один дозвонившийся телезритель. Давайте выслушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, мы вас слышим. Скажите, пожалуйста, вот я к полковнику обращаюсь. Ой, свистит. У вас тоже свистит? У нас тоже, да, свистит. Подожди, телевизор, отойдите. Сейчас я так еще сделаю. Вот такое, вот вы говорите, то, что переводят деньги через всякие там банкоматы и все прочее. Через Киеви кошелек такое возможно? В том числе Киеви кошелек, банки связные. Там сейчас совершенно много разных банков и все они, так сказать, невольно и невольно содействуют вот всему этому явлению. Ну, меня просто просил один знакомый на меня завести Киеви кошелек. Вот эти вот перечисления были, денег постоянно, регулярно. И он меня просил потом их ему пересылать. Я говорю, тут что-то не то. Я говорю, заведи на кого-нибудь на себя или на кого-нибудь, мне все равно на кого. То есть тоже был такой момент. Вот есть опыта, стражится? Возможно, да, наркотики были? Это безусловно, наркотики. Особенно если у вас была карточка, вы заводили на себя счет, у вас есть какие-то все документы необходимые для того, чтобы этот счет контролировать. Вот если бы вы посмотрели и там увидели бы приход денежных средств кратных 600 рублям, то есть 600, 1200, 1800, это примерная стоимость одной дозы героина, либо солей. То вы бы однозначно могли для себя сделать вывод, что вы сознательно или неосознанно содействуете наркопреступности. В принципе, на данный момент вам ничего не грозит, если вы от этого отказались. Тем более, в принципе, даже на конфиденциальной основе я бы, допустим, был бы не против узнать об этом вашим знакомым. Ну, то есть, я думаю, стоит ли действительно прийти к вам на приговор? Да, либо прийти, либо позвонить. Допустим, даже будет лучше позвонить, вы будете, возможно, более безопасно себя чувствовать. Хотя можете и прийти, безусловно. Я готов принять любого гражданина. Спасибо. Александр Геннадьевич, ну опять же теперь к вам, как к медику, да, вот вы заикнулись о том, что имеем такие последствия в виде гепатитов, ВИЧ и СПИД. Вот сегодня как у нас ситуация с этими заболеваниями в городе? Вы знаете, к сожалению, тоже, ну не очень хорошо. Ну, условно говоря, да, действительно, в 2001 году сюда все это зашло. Сегодня мы имеем в городе официально зарегистрировано ВИЧ-инфицированных порядка 2,5 тысячи. Это только официально. Значит, более 500 умерло. И, как бы, наверное, более 400 детишек родили ВИЧ-инфицированных женщин. То есть, вот то, что имеем. Значит, вот недавно был круглый стол на эту тему, когда собрались общественные организации, религиозные, управление образованием, молодежи, здравоохранение. И, вы знаете, вырисовалась ситуация, которая, как бы, ну вот, раньше мы все четко говорили, что группа риска молодежи. И мы видели, что большая часть концентрируется и наркоманов, или потребляющих наркотики, и ВИЧ-инфицированных в молодой группе. И сегодня мы видим, что молодежь составляет порядка 40%, а 60% совместилась на возраст от 30 и старше. У нас сегодня есть ВИЧ-инфицированный старше 60 лет. Но не через наркотики, а половой путь передачи. Конечно, это тоже большая проблема. Конечно, вот, по всей видимости, основной группой риска действительно были, знаете, как сломали Советский Союз, сломали, так сказать, идеологию, которая была, и резко опустили материальное обеспечение людей, так сказать. То есть, людям просто надо было выживать. И поэтому, в первую очередь, конечно, попали туда у нас учащиеся ПТУ. И сегодня, кстати, когда мы попросили наш областной центр СПИДа, говорю, дайте нам, пожалуйста, статистику. А вот ВИЧ-инфицированный, это кто сегодня? Учащиеся, студенты или еще? 75% это рабочие. 16% это служащие. И учащихся, так сказать, вот остается, так сказать, меньше 10% немножко. То есть, вот оно сегодня это нарисовалось, с этим нам жить. И как бы никуда мы от этого не денемся. А мы умеем сегодня жить вот рядом с такими людьми? В принципе, да. Потому что мы считаем, что вот молодежь, мы постарались объяснить и объясняем регулярно. Тут же как получается? Это он дошел до подросткового возраста, ему поэкспериментировать хочется. Если, не дай бог, в семье неполадки и как бы нет с родителями контакта, то для него авторитетом становится товарищ на улице, ты сказать, и дальше начинает его втягивать вот в разные социальные варианты поведения. И здесь, конечно, говорю, вот ту работу, которая проводится, конечно, она должна быть, наверное, более интенсивной, более энергичной, более комплексной. Да, сегодня есть комиссия, которую возглавляет мэр. И, кстати, вот Афанасьева Марина Робертовна далеко не безразличный человек к этому вопросу и неформально подходит. Всегда говорит, говорите, что надо делать. И сегодня у нас есть понимание, что да, действительно надо, в первую очередь, работать на авторитет семьи, вот в разных вариантах, в том числе и зарплата, чтобы была у родителей, чтобы они могли, так сказать, с детьми заниматься. И мы могли предложить детям, так сказать, чтобы они могли ходить в бесплатные кружки, секции, потому что это тоже проблема, чем занять сегодня молодежь, чтобы им это было интересно. А с другой стороны, мы все должны понимать, что вот хоть мы и живем в город, там, 320 тысяч населения, как будто в разных квартирах, но мы все выживаем все вместе. И если у кого-то проблема, там, в соседней квартире, то она не может нас не коснуться. И вот здесь я поддерживаю, так сказать, нашего нового руководителя, что если вы знаете, что кто-то где-то распространяет наркотики, употребляет, а раз употребляет, значит, там где-то есть незаконные действия, будьте добры, сообщите, пожалуйста, нашим наркополицейским, можно просто полицейским, силовикам нашим правоохранительным органам, потому что вы в определенной степени себя спасете, своих близких, потому что именно безразличие, к сожалению, по-моему, приводит к тому, что сегодня мы имеем. Александр Ильич, а где сегодня спасают от наркомании, где лечат? Есть у нас такие центры? Значит, ну, лечением занимаются у нас государственные учреждения, мы работаем в муниципальной службе, лечат сегодня у нас в областном наркологическом диспансерии, в город Волгоград, на тракторозаводском районе Дегтярево-8. У нас сегодня занимаются в том числе лечением и профилактикой специалисты государственного учреждения здравоохранения психиатрической больницы номер 6, это то, что у нас на Камской. Амбулаторно-поликлиническая служба вся как бы развернута, помощь оказывает, идет регистрация. Но, кстати, начали очень неплохо работать мы вплотную последние 2-3 года, в том числе с сотрудниками нашего ГАИ, и мы стали фиксировать, когда вот он за рулем, и как будто бы он не пьяный, а когда его дальше обследуем на наркотике, так сказать, у нас заболеваемость вверх пошла, так сказать. А, кстати, помните, были разговоры, чтобы обследовать школьников на причастность к употреблению наркотиков? Да, и, кстати, мы попытались вместе с управлением образования сделать эту акцию в начале года, значит, попросили наших медиков, они закупили тесты аж на 800 человек, а когда стали работать, так сказать, со школьниками, это же все добровольное. Условно говоря, предполагали, что их придет 900 человек, а их пришло только 332 человека. И пришли те, у кого как бы все нормально, все хорошо. То есть, конечно, это тоже, наверное, часть нашей культуры. То есть, условно говоря, наверное, мы когда-то подойдем к следующему. Если я отдаю ребенка там в школу или отдаю в группу студенческую, и я должен как родитель быть заинтересован, чтобы быть уверенным, что рядом с ним нет никого потребителя и наркотиков. Спасибо огромное. К сожалению, время нашей программы закончилось. Я вынуждена с вами попрощаться. Спасибо вам огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были заместитель начальника управления здравоохранения и социальной политики города Улужского Александр Филиппов и исполняющий обязанности начальника Улужского межрайонного отдела ФСКН по Волгоградской области Павел Степаненко. Всего доброго и спасибо.